Государство дает старт комплексной поддержке молодых предприимчивых людей, желающих внести свой вклад в развитие АПК России. Основной целью, утвержденной Минсельхозом страны и соответствующей госпрограммы, станет создание малых форм хозяйствования. Предполагается и выплата единовременной помощи в виде грантов. На участие в проекте надеются и фермеры Кабардино-Балкарии. Тему продолжит Зухраб Шихачева. Крестьянско-фермерское хозяйство Азамата Азикова из Дугулубгея. Всего 70 гектаров пашни, на которых он выращивает зерновые, овощные культуры и цветы. На площади, отведенной под клубнику, кипит работа. Нежные ягоды уже созрели. Надо успеть убрать, пока участившиеся дожди не испортили продукцию. Даже в этом маленьком хозяйстве нашли себе применение около сотни жителей окрестных сел. Приречная, Малка, Прогресс. Есть залкодез, приезжают. Нравится нам эта работа. Ходим с удовольствием. 80 человек каждый день обеспечивается работой. Это очень хорошо. Больше бы, конечно, вот таких арендаторов. Есть изюмная работа, прополка, есть помидоры, есть огурцы, есть цветы. Тоже пропалывать, обрабатывать, убирать. Хватает работы. Молодой фермер надеется, в скором времени здесь развернутся современные европейского типа клубничные поля. Точнее, новейшей будет технология выращивания ягод. Благодаря Министерству сельского хозяйства России и Кабардино-Балкарии вышла новая программа. Надеемся, что мы туда попадем. Бизнес-план мы составили, чтобы нам помогли технику приобрести и закупить эти самые саженцы. Часть земель предприниматель засеял пшеницей. Элитные сорта, говорит, должны принести хороший урожай. Сорт называется губернатор Дона. А зима и пшеница мы посеяли в прошлом году, в сентябре. Хорошо взошла, удобрения положили, опрыскивали, биопрепараты опрыскивали. Надеемся на хороший урожай. Скоро, через месяц у нас будет уборка. Знания и опыт в растеневодстве молодой фермер перенял у отца. В свое время Гаднан Азиков был практически первым предпринимателем в АПК Баксанского района. Кстати, именно он одним из первых в республике начал заниматься промышленным цветоводством. Сейчас отец и сын намерены активизировать предпринимательскую деятельность и увеличить рентабельность за счет грантов, которые выдает государство. Напомним, программой поддержки начинающих фермеров предусмотрено выделение финансовой поддержки на создание крестьянско-фермерских хозяйств до полутора миллионов, а также единовременной материальной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров до 250 тысяч рублей.